Дай почитать. Это обозначает, что автор сделал все, чтобы его читатели расстались с собственными предубеждениями, чтобы осознали, как много философий нерешенных, а, возможно, и неразрешимых проблем. И прежде всего это выражено в главном подходе Мартина Коэна, который он активно использует во всех десяти главах книги. Это обусловлено желанием следовать не только хронологическому, сколько смысловому принципу. Поэтому в одной главе легко, естественно, встречаются Зенон и Эйнштейн, Аристотель, Конфуций и Томас Гоббс, Пифагор, Эвклит и Бертран Рассел, Сократ, Гераклит, Хомский, Жак Дорида и Мартин Хайдегер. Уже само название глав обозначит основные проблемы, которые пытается осветить Мартин Коэн. Золотой век философии, капитализм и человек рациональный, язык истины и логика. В книге «История развития философии» представлена с древнейших времен до наших дней. Продумана структура, интересно, доходчиво объяснены основные идеи известных философов. Украшением книги становятся факты, легенды и жизни исторических личностей. Например, Конфуций не только произносил мудрые максимы, но и еще сам себе подыгрывал на цине струнным щипковым инструменте. Любил исполнять оды классической китайской поэзии. Человек, говорил Конфуций, должен быть вдохновлен поэзией, сформирован ритуалами, усовершенствован музыкой. А над входом в Платонскую академию было написано «Не геометр, да не войдет». Говорят, что слово «философия» придумал Пифагор, чтобы таким образом скрыть свои исследования загадок мира цифр. Рассказывают, что Пифагор никогда ничего не записывал, а со своими учениками говорил, укрывшись вуалью. Однажды предсказал, что приближающийся корабль несет мертвое тело, а в другой раз закусал змею до смерти, а в третьей обратился к реке с приветствием, и это ответило ему. Облаженный Августин и Фома Аквинский – главные специалисты по изучению зла. Августин честно записывал все свои личные слабости с исключительно нездоровыми подробностями в яркой исповеди и придумал сомнительную концепцию первородного греха. Аквиант обосновал необходимость аргументов, не свидетельств веры, а рациональных доводов и утверждений. Поразительно интересно «Взламывать философию» с Мартином Коэном «12+.» Это и другие научно-популярные книги предоставлены информационным центром по атомной энергии города Кирова. Центр занимается популяризацией науки, инновацией, развитием экологического мышления и культуры. Все мероприятия центра бесплатны. Узнать о них можно в группе ВКонтакте «Ицая Кирова».